Слава Украине! Привет всем от Полонского! На России отправлен в отставку, ну может быть не в отставку, но будет переведен на другую должность, пока что он в резерве, командующий 58-й армией, генерал Попов. Вот это интересная вещь. Ну подумаешь, господи, сколько их там на России отправляли в отставку, снимали с должности и так далее, и так далее. Ну тут необычная отставка, и попахивает джабагадюкингом, и вообще смутой. То есть вот эту отставку, этого генерала, значит, сравнивают уже с выступлением Пригожина. Значит, о чем идет речь? Я вот смотрю сейчас, да, тут практически все, все расисты пишут, что это очень серьезная, очень серьезная отставка, и этого генерала, у этого генерала был очень серьезный конфликт с Шойгу и с Герасимовым, в особенности с Герасимовым. Шойгу там мало что решает, он тупой, как дверь. А вот Герасимов кое-что решает, да. Так вот, был конфликт между ними, прямо на ставке, на заседании ставки. Рашисты рассуждали о делах своих скорбных, о огромных потерях, которые они несут, извините, когда там идет ставка. Они же не должны рассказывать чушь собачью, что про потерь нет, про то, как все хорошо, как у них логистика работает, и как вообще все замечательно, танка в море, они очень быстрые, да, солдаты одеты не в форму 52-го года пошива. Там рассказывают реальные вещи, и вот там случился как раз этот конфликт. Значит, ситуация следующая, вот этот генерал напрямую обвинил в саботаже, то есть фактически он словами Пригожина, только Пригожин тот с матюками говорил, а этот так вот более, хотя Бог его знает, как там. Ну, скажем так, возможно, в более культурной форме, он сказал то же самое, что говорил Пригожин. Снарядов нет, ни черта нет, формы нет, техники нет, логистика мертвая, волонтеров к армии не допускают. Ну, вот все, что Пригожин говорил, этот, по сути дела, повторил за ним точь-в-точь. И разнес этого Герасимова вместе с его Муму по фамилии Шойгу. То есть, в хлам разнес, в течение светового дня того же, его снимают с должности и отправляют в резерв, куда-то подальше, да? Не знаю, может даже к Суровикину теперь отправят, тут трудно сказать. Чем это чревато для России? А, а самое главное, ну, я же еще раз говорю, «Господи, они там уже этих командующих меняют, как перчатки, каждые 24 часа». Не, дело не в этом. Дело в том, что после этого всего этот генерал берет и выступает против... В открытую выступает против Шойгу и против Герасимова. Вот это вот самое уже интересное. Он записывает аудиосообщение, которое распространено практически всеми телеграм-каналами и там средствами информации, которым там разрешено это делать. То есть, это каждый расист уже знает. Где он напрямую обвиняет расистское руководство в саботаже войны. Ну, вот как-то так. То есть, по сути дела, это уже такой, знаете, открытый бунт. Только уже не Шойгу, ой, извините, это уже не Пригожина, а кадрового российского офицера, точнее генерала. А это уже чревато. То есть, тут надо понимать, это огромная разница. Почему? Потому что Пригожин, при всем том, что у него была воинская сила, это были ЧВК. Что же касается этого генерала, это кадровый генерал российской армии. И боевой генерал, как там ни крути. И он бросает в лицо, значит, вот этому фельдфебелю, рогатому Шойгу и второму этому человеку, не обремененному интеллектом Герасиму, обвинения, тяжкие обвинения в тяжких преступлениях, ну, с их точки зрения. Чем это может кончиться? Кстати, тут же взвыл террорист Гиркин, который заявил, что это уже попытка бунта. Потому что когда, ну, сняли бы его тихо, да и сняли бы, и бог с ним. Он сам ненавидит Шойгу и Герасимова, этот Гиркин. Но он говорит, когда человек выступает с открытым сообщением, то есть он публикует сообщение, которое тут же подхватывается десятками средств массовой информации и пошло в массы с обвинениями министра обороны и начальника Гирштаба, то это уже, как говорится, перчатка брошена прямо в рыло. И, как говорит тот же самый террорист Гирка Стрелков, он фактически, знаете, открыл скрынку Пандоры, ящик Пандоры, да. Ящик Пандоры, когда российские военные начинают бунтовать против своего начальца. Это то, о чем я говорил. Я не знаю, вот конкретно этот случай приведет ли, я не думаю, что сейчас приведет к каким-то восстанию против Шойгу или против Путина, или еще там против кого-нибудь. Но обязательно будет цепь событий, которая приведет к тому, что то ли военные, то ли ЧВКшники различные, то ли местные церкви, а скорее всего все вместе, вдруг откажутся подчиняться Москве. Вот увидите, это обязательно настанет. И тогда начнутся очень интересные времена. Когда был бунт Пригожный, я, честно говоря, даже не ожидал, что он вот так быстро случится. Но там свое мутиво. Что же касается с этим генералом, тут уже не мутиво. Тут абсолютно прискорбные для российской действительности события. И для них это очень плохо, просто потому что это кадровый военный, кадровый генерал. И он не уважает свое начальство. И он выносит, вот самое главное, выносит ссоры из СБ. Кончится это, может, каким-то бунтом, я же говорю, в совершенно непонятной форме для нас. Может кончится печально для бункерного. Или для бункерных, я не знаю, сколько их там. Может кончится печально только для Шейгу. Но мне кажется, что не только для Шейгу это все плохо кончится. Потому что там, когда начнется заваруха, она начнется, вот увидите. Самое интересное, что она начнется сверху. Потому что это кто-то сверху будет делать. Но там они сейчас друг друга щадить не будут. Еще раз говорю, когда у них начнется вот эта вот вся заваруха, война с Украиной, де-факто, отойдет на второй план. Потому что они начнут разбираться друг с другом. Ну, немножечко подождем и увидим. Продолжение следует...